Всем пан Масала, братья! И сегодня у нас будет такой довольно-таки не очень обширный выпуск в плане какого-то обзора табака, но мы будем сегодня обозревать именно новые вкусы Авзала, которые мне предоставила компания Хука Премиум, а это мои партнеры и самый такой крупный оптовый портал. Так вот, у меня есть 13 новых вкусов от Авзала, я их все уже перекурил, кроме одного. Я его оставил специально напоследок. Это вишня с мятой. Почему вишня с мятой? Потому что я надеюсь, что это именно красная вишня с мятой, именно та самая Red Cherry. Так вот, я перекурил все вкусы и понял, что в принципе по сырью и технологии Авзал не поменялся и нет смысла говорить, что вот у Авзала стало плохое сырье и так далее. Сырье, в принципе, осталось то же самое, только появились новые вкусы. И еще, самое интересное, я пока все их прокуривал, меня такая мысль преследовала, что компания Альфахер перекупила завод Авзала. Прямо вот перекупила. Почему? Потому что большинство вкусов Авзала это копия вкусы Альфахера. Я вам сейчас начну все это, собственно, рассказывать. Погнали, давайте начнем с вот этой стороны, по вкусам и по вкусам. Так вот, есть у нас такой вкус, называется он Blue Magic, голубая мать вашу магия, да? А пахнет этот вкус очень круто. Это прям такая, знаете, альтер-эго табаку Авзала со вкусом экстази. Ну и, собственно, банок-коробочек тоже похожи. Пахнет прям охота прям курить и курить. Но когда ты куришь, ты понимаешь, лучше бы я это не забивал. Вкус достаточно притерный, нерезкий, монотонный, худой на крайняк, да? То есть на худой конец. И не обладает каким-то именно ярко выраженным вкусом. Просто притерность очень сладкая. Для чего этот вкус чистым курить не советую. А вот в миксах чем-то свежим, возможно, будет прикольно. Идем дальше. Это у нас такая линейка панрасов, панов, да? Sweet Pan, сладкий пан. Ну, блядь, как сказать. Жалкое подобие на, конечно же, оригинальный панрас. Я вам так скажу. Я его курил и мне не очень сильно закатывал этот вкус. Да, так себе. Вкус, поэтому лучше курить обычный панрас. А он даже не похож на этот панмасалу. Что-то такое сладко-панрасово-шампуневое. Вот так скажу. Ананас. Ананас от Авзала просто бомба. Это реально очень крутой ананас. Я бы его с легкостью сравнил бы с ананасом от Аргелине. И они друг другу ничем не уступают. Прям кайфовый. Я его прям курил с удовольствием. Прокурил даже целых два раза. Прокурил этот ананас. Идем дальше. Что у нас здесь есть? Апельсин с мятой. Все мы знаем, что у панраса очень пиздатый апельсин. Но вот в апельсине с мятой ребята очень подкачали. Апельсин сразу утратил свою ту прежнюю вкусовую гамму. Именно настоящего охуенного апельсина. Ну и плюс мята она очень резкая. Скорее сказал бы здесь даже именно блять ледокаин. Вот эта суперновская тема. Очень свежий-свежий. Поэтому ну так все. Панфьюжн. Я тоже не мог понять, что это за вкус, пока не прокурил. Это панрас с шампунем. Такой, ну... Средний панрас, не очень понятный. Тоже плохо выраженный. И вот почему я их сравниваю именно с панрасом. Потому что это как бы исток этих вкусов. То есть все эти вкусы появились. Почему? Потому что у компании Апзал появился вкус панрасы, панасала. И отсюда они начинают просто мешать. Смотря на эти все вкусы, я могу сказать, что у компании Апзал просто реально творческий кризис. Они не могут придумать новые вкусы. И у них это так себе получается. А грейпфрут. Синди. Топ, блять. Это реально топовый вкус. Грейпфрут Синди просто топ. Это, блять. Это охуенный грейпфрут. И он один в один по ароматике, как альфакеровский грейпфрут. Вот почему я и говорю, что альфакер. Прям один в один. Один в один. Просто когда куришь, нет нотки этой родной альфакеровской. А так это один-один грейпфрут с альфакером. Идем дальше. Лимонный пирог. Ну, блять. Проехали. Мохито. Довольно-таки интересная тема. Но я ее покурил. Курил я ее чистым. Она вроде бы и заходит. Она очень свежая, очень прикольная, очень кисленько-цитрусовая. Но с мятой опять же немного переборщили. И она прям вот просто дерет тебя, эта мята. Ее нужно прокуривать минут 15. И после 15 минут мохито прям открывается хорошо-хорошо. Кремовый апельсин. Ну, я его тоже покурил. Такой карамельный кремовый апельсин. Такая пандрас, авзаловская тема. Очень прикольно. Курить в принципе можно. И на запах это очень просто кайфово пахнет. Молоко. Кто мог, блядь, ожидать, что авзал выпустит вкус молока? Я лично всегда верил в компанию авзал, что они более-менее оригинальные. Они не следуют за кем-то. Они не пытаются украсть какие-то идеи. Но сейчас я смотрю на все эти вкусы и я просто понимаю, что авзал, блядь. Ёб твою мать. Что с тобой, сука, происходит? Я ее в охуе. На хуя гнаться за этим мейнстримом? Молоко, пироги. Ты можешь сделать, блядь, гораздо круче. Почему я так говорю? Потому что я прекрасно, хорошо знаю владельцев авзала. Мы с ними встречались. Я им даже забивал. Мы сидели, общались. У меня даже на канале где-то есть видос. Напишите, да, Вадым, авзал. Где-то вылезет видос, где я с представителями, то есть, директорами, владельцами и создателями авзала сижу и обсуждаю их не табак. Это был 2014 год, наверное. Да. Но, тем не менее, молоко очень хорошее. В чисто это дикая трава. А вот в миксах очень прикольно подчеркивать такой молочники и вкусы. То есть, делать всякие йогурты и так далее. Рефрэш. Как вам сказать? Это пачка, которая, наверное, от всех отличается всем. Прям кардинально отличается. И когда мне только ее привезли, я сказал, блядь, да это же сука этот. Фрэш мист от Альфакера. Если ты помнишь фрэш мист от Альфакера, блядь, ставь лайк обязательно. И напиши, как тебя все заебывали фрэш мист и блю мист. Забейте нам. Да, ресторанные времена были. Вкус? Фрэш мист, стопроцентный фрэш мист от Альфакера. Вот, блядь, я даже не знаю. Вот прям, я как будто Альфакер сейчас нюхаю и вернулся в 2012 год, когда появился этот вкус фрэш мист. Коко пан, блядь, коко пан. Это пиздец. Это кокос плюс панрас. Все помните вкус кокоса у Авзала? Он был дико охуенный. Кокос был просто пиздатый. Тут в него добавляют панрас. Для чего, блядь? Если можно взять обычный кокос, который был пиздато охуенный, и охуенный панрас, и смешать, и получить коко пан, который будет в миллион раз пище, чем вот этот коко пан. Не знаю, не очень зашел мне вкус коко пан. И, конечно же, мы пришли к нашему финальному вкусу. Это черри white mint. Я очень сильно надеюсь, что сейчас будет очень кислая, ментоловая такая мятная вишня. Ну, блядь, я не знаю. Сейчас. Аллилуйя, блядь, аллилуйя, это красная вишня. Кислая и мятная. Для чего, блядь, не знаю. Но, блядь, это охуенно. Не зря я его оставил на финалочку, потому что это реально пиздатый вкус. Вот это, тогда это будет самым топовым вкусом из всех. Грейпфрут тоже пускай уходит гулять. А вот красная, ну, то есть, вишня смятая пускай остается. Аж на слюни текут. Понимаете, настолько это кислое, аж на начинает выделяться слюна. Просто огонь. Мне вот понравилась вишня. Но, что я хочу сказать. Из 13 вкусов максимум, блядь, просто 6 вообще самые топовые. Остальные можно когда подмешивать, смешивать и все остальное. Но, прям, чего-то такого вау, чего я ожидал от новых вкусов Авзала. Когда я только увидел на Хука премиум баннер, что скоро завоз новых вкусов Авзала. Я им сразу написал, бля, чуваки, мне, сука, первому загревайте. Я буду их прокуривать. Я прям реально ждал. Я очень сильно смотрел на этот кокосовый панрас, на панфьюжн, на еще какой-то панрас, на свитпан. Думал, бля, нихуе, потому что как бы сам любитель панраса. Но, увы, все не увенчалось таким большим успехом. Но, слава богу, что есть очень хорошие вкусы, типа грейпфрута, вишни, молока, кремового апельсина, ананаса. Очень сильно меня это радует. Ну, собственно, вот так вот. Это новые вкусы от Авзала. Это Дава Дым. Большое спасибо HukaPremium.com за то, что предоставили мне табаки. И, собственно, всем пока, всем до свидания. И пишите в комментариях, что вы думаете о новых вкусах Авзала.